МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 24 января. Думская ТВ работает в прямом эфире. Информационные итоги вторника подведут наши корреспонденты в студии Алла Есина. Здравствуйте. Бойкот стране-агрессору. Делегат в ПАСЕ от Украины Алексей Гончаренко заявил о невозможности изменения регламента в угоду одному государству. В то же время президент ПАСЕ Педро Агромунт, которого СМИ называют пророссийским, заявил о необходимости снятия политических санкций с делегацией Российской Федерации. По мнению украинского политика, это недопустимо. По его словам, Москва никак не реагирует на многочисленные резолюции ПАСЕ. Кроме того, Алексей Гончаренко напомнил, что Кремль запретил въезд многим членам ПАСЕ. Алексей Гончаренко призвал бойкотировать любые приглашения в Российскую Федерацию, по крайней мере до тех пор, пока со всех членов ПАСЕ не снимут эти ограничения. Фонд госимущества предложил несколько вариантов запуска одесского припортового завода. Потенциальным партнерам предлагается арендовать имущество, либо взять его в управление, приобретать и перерабатывать сырье в АМИАК. Фонд принимает заявки о сотрудничестве то 24 февраля. Нафтогаз просит суд взыскать с ОПЗ полтора миллиарда гривен долга за газ. Соответствующие иски были поданы в хозяйственный суд Одесской области 23 января. Вокруг строительных работ в Аркадии разворачивается скандал. Жители улицы Каманина бьют тревогу. Возле склона, где летом произошел оползень, снова ведутся строительные работы. Выясняла подробности наш корреспондент Диана Хрущева. Обстановка на Каманина стала накаляться во вторник утром. Жители заметили строительную технику и рабочих, которые, по их словам, спилили молодые деревья и проводят некие работы около склона. Летом тут уже произошел оползень. Люди опасаются, что почва может начать двигаться снова, а вместе с ней поползут и их дома. После этого господин Рябуконь стал вице-мэром. Нам почему-то начали резать обрыв улицы Каманина. Хотя до этого нам Петр Мусевич обещал, что все-таки нам подопрут улицу Каманина. Вчера они начали действительно мусор вот там брать и сыпать под улицу Каманина. А сегодня они начали резать деревья. Те последние деревья, которые еще держат наш обрыв. И начали срезать уже остатки скалы. То есть вот они скалу срежут, дальше пройдет дождь, и та глина, что сверху, она просто вниз уйдет с домами. Сами подрядчики отказались комментировать ситуацию на камеру. Однако утверждают, склон в безопасности, а работы проводятся в рамках закона. Их заказчиком по документам является управление дорожного хозяйства. Мы не строим строение, мы строим дорогу, подъездная дорога. В свою очередь, один из представителей подрядной организации успел заметить, что работы проводятся по заказу новостроя «Морская симфония». Заказчик здесь, он в то строение. Недосказанность и долгое ожидание полиции привели к тому, что у некоторых жильцов все же сдали нервы. Местные жители утверждают, вместо того, чтобы строить тут дорогу, склон необходимо укреплять и возводить подпорную стену. Вы видите, расстояние между этим обрывом и постройками людей, где мы живем, не более 10 метров. Самое страшное, что сегодня они снимают деревья, которые нашими детьми были на саже. Мы укрепляли сами обрыв и сажали кусты и деревья. Убирают кусты и деревья и снимают часть обрыва. В конце концов, на месте все же появились патрульные. Они составили протокол и обещают разобраться, реально ли строительство дороги угрожает безопасности местных жителей, чьи дома, напомним, еще летом покрылись трещинами из-за проводимых тут работ. Диана Хрущева, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Завершить ремонт трассы Одессы-Рени – такое обещание дал новый губернатор во время своего первого рабочего визита в область. Максим Степанов пообещал отремонтировать трассу до конца этого года. Деньги будут выделяться из поступлений таможни и госбюджета. Также председатель облгосадминистрации отметил, что будет добиваться выделения средств и на остальные дороги области. Напомню, Михаил Саакашвили также обещал, Одесса-Рени будет отремонтирована до конца 2016 года. На Думской площади разобрали елку. Демонтаж начали еще утром и к вечеру его полностью завершили. Эта елка красуется на площади перед мэрией уже 4 года, но каждый раз в ее украшения вносят некоторые изменения. В следующем году она также займет свое место на Думской. Разбирают конструкцию сотрудники частной компании, у которой ее и купили. Хранится зеленая красавица будет на складе этой же фирмы. Такая-то символическая стоимость в районе 1 гривны. Здесь, на самом деле, отношения основаны изначально при покупке каркаса. Компания взяла на себя обязательства в хранении данной елки и в ее техническом обслуживании. Конечно же, если возникнут какие-то поломки, то будут выставлены счеты и будут произведены те или иные работы по ее обслуживанию. Табу на любовь. Одессит Сергей Пудич экранизировал несколько фрагментов из известного романа Джорджа Оруэлла «1984». В клипе на песню «Не отпускай» украинской рок-группы показали запрет на проявление эмоций. Человек без чувств – всего лишь оболочка, отметили авторы в комментарии под видео на официальном канале в YouTube. Зима напоминает о своих правах. В Украину идут морозы. 25 января по данным гидрометцентра Черного и Азовского морей объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные порывы ветра, возможен снег. Температура опустится до 3 градусов ниже нуля, но уже через сутки станет еще холоднее – до минус 10-15 градусов. И это все новости на сегодня. Завтра информационный день стартует в 15.00. В рамках студии на Думской ведущие Елена Еремеева и Никита Тарола будут обсуждать с гостями самые актуальные темы Украины и региона. Хорошего вам вечера в компании Думской ТВ. С нами всегда интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok